Привет! Как избежать проблем при строительстве дома? Зачем подавать уведомления о начале строительства жилого дома? Итак, первое и самое важное, добровольная подача уведомлений о строительстве частного дома позволит проверить объект на соответствие всем нормам и правилам. Ставьте ваши лайки, я обещаю информация будет полезной. Итак, начиная с августа 2018 года, уведомления о начале строительства индивидуального жилого или садового дома заменила собой ранее использовавшееся в России разрешение на строительство. А с марта 2019 года порядок жилищного строительства на землях ИЛПХ и ИЖС распространился и на садовые дома. Раньше, прежде чем заложить фундамент, требовалось получить разрешение строительства. А затем еще один документ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь же процедура упростилась. Право обладателя земельного участка должен уведомить администрацию муниципального образования о планированном строительстве жилого дома. Если установлено, что параметры не соответствуют законодательству, направлять соответствующее уведомление от администрации. В этом случае, как поясняют в Росрегестре, параметры необходимо пересмотреть. Разбираемся, как правильно подать уведомления о начале строительства. Итак, процедура подачи уведомления о начале строительства Позволяет проверить соответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства, правилам землепользования и застройки, а также документации по планировке территории и обязательным требованиям к объектам капитального строительства. При получении уведомления проверяется допустимость размещения здания в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и его ограничениями. В соответствии с законом отдачной амнистии подавать уведомления на строительство ИЖС и ЛПХ в границах населенного пункта не требуется. Когда дом будет построен и собственник пойдет в Росреестр ставить его на кадастровый учет и регистрировать свое право собственности, ему понадобится только технический план и правоустанавливающие документы на земельный участок. Предоставлять уведомления для осуществления учетно-регистрационных действий не нужно. Но уведомительный порядок строительства жилых и садовых домов, введенный ФЗ от 2018 года, номер 340, до сих пор не отменен. При желании собственник вправе уведомить уполномоченные органы власти о начале и окончании строительства жилого дома. Как выглядит сам процесс? Шаг 1. Подаем уведомление о планируемом строительстве. Шаг 2. Получаем ответ от местных органов власти о соответствии с параметром строительства. Шаг 3. Подаем уведомление о завершении строительства с техническим планом. Шаг 4. Получаем ответ, подтверждающего соответствие строительства к градостроительным нормам и правилам. Шаг 5. Регистрация дома в кадастре и Росреестре. В соответствии с законом о дачной амнистии ФЗ-404, который действует до 1 марта 1926 года, на землях ИЖС, СНТ и ЛПХ в границах населенных пунктов, больше не требуется обязательно править уведомление в администрацию о начале строительства. Но это можно сделать в добровольном порядке, чтобы исключить возможные нарушения в строительстве и проблемы в дальнейшем. Что нужно учитывать при подаче уведомления на строительство? Итак, если организация, проверяющая соответствие параметров, указанных в уведомлении о планированном строительстве, обнаруживает, что они нарушают применимые требования, то она должна сообщить об этом в органы строительного надзора, органы, осуществляющие муниципальный земельный контроль, или органы, осуществляющие надзор за охраной объектов культурного наследия, в зависимости от того, к чьей компетенции относятся потенциальные нарушения. Направление заявления может создать основания для проверки, проводимые в отношении вашего участка. Например, проверки муниципального земельного контроля в отношении использования участка в соответствии с его разрешенным использованием. Это стоит принимать во внимание при направлении уведомления о планированном строительстве. Перед началом строительства важно проверить наличие или отсутствие обременения в отношении земельного участка. Это можно сделать по выписке из ЕГРН. Существуют еще и другие ресурсы. Могут потребоваться определенные знания правил землепользования застройки муниципального образования. Где расположен этот земельный участок? Это публичная информация, ее можно посмотреть на сайте муниципалитета. Если самостоятельно решить этот вопрос не получается, то надо обратиться в кадастровый инженер или юристу по земельным вопросам. Наши контакты есть в описании под этим видео. Рекомендую убедиться в том, что участок, где планируется строительство, с границами, то есть было проведено межевание. Границы согласованы с соседями и установлены в соответствии с законом. Для исключения реестровой ошибки можно вызвать на участок кадастрового инженера, чтобы специалист показал юридические границы участка. Это избавит от многих ненужных переживаний в будущем и исключит вероятность спорных ситуаций при строительстве дома, связанных с самовольным занятием чужих земельных участков. Для этого вы можете воспользоваться услугами нашего кадастрового инженера. Контакты найдете в описании под видео. Куда подавать уведомления? При желании уведомления о строительстве следует подавать в местный орган власти в соответствии с территориальным расположением земельных участков. В некоторых муниципалитетах существуют правила подачи уведомления, которые изложены в местных постановлениях и нормативных актах, действующих в этом муниципалитете. Какие документы нужны для подачи уведомления в Московской области? Первое. Заявление уведомителя. Указывается ФИО, адрес, серий номер паспорта, e-mail, адрес участка и его кадастровый номер, вид разрешенного использования участка и объект питального строительства, размеры будущего дома, сведения об отступе от границ соседнего участка. Второе. Свидетельство о праве собственности на земельный участок или выписке из ЕГРН. Получить услугу можно лично, либо через законного представителя, по почте, через МФЦ, через региональный портал государственных услуг. Срок предоставления услуги 5-7 рабочих дней. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги 1 рабочий день. Услуга предоставляется бесплатно. Если обратиться к юристу, то услуга обойдется в сумму от 10 тысяч рублей. Давайте разберем, что может быть построено на землях ИЖС и ЛПХ. Жилой дом, гараж, баня, теплица и парник, сарай, навес, веранда и беседка. Разберем, в каких случаях не получится зарегистрировать дом. Первое. Если здание не имеет отступа 3 метра от границ соседнего участка. В этом случае точкой отчета считаются стены здания и его фундамент. Но существуют исключения, позволяющие сократить это расстояние, и каждая ситуация строго индивидуальна. Второе. Если здание имеет особые технические характеристики, которые не соответствуют требованиям. Третье. Если участок расположен на землях лесного фонда. Четвертое. Если земли, на которых планируется возведение здания, не принадлежат заявителю. Пятое. Если у участка несколько владельцев, а уведомление подал один. Шестое. Если планируют строительство здания, которое не соответствует стилю и внешнему виду других зданий в этом районе. Это правило действует, если строительство дома планируется в исторически или культурно значимом районе. Седьмое. Если вы подали уведомление о завершении строительства, но оно не включает технический план в электронном виде. Вам тоже откажут. Восьмое. Если в документах указаны характеристики здания, которые не соответствуют требованиям. И последнее. Если документы оформлены неверно. Что грозит за нарушение? В случае незаконного строительства на виновника будет наложен штраф. Размер штрафа зависит от тяжести правонарушения. Если здание построено на чужой земле, виновник заплатит 1,5% от стоимости этой земли. В случае нарушения отдельных норм и правил штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей. Если человек купил участок земли, на котором есть одноэтажный дом с пристройкой. И новый хозяин хочет его снести и построить на его месте двухэтажный дом. То первым делом следует вызвать геодезиста. Он составит акт о том, что старый дом снесен. На основании этого свидетельства надо будет удалить свои записи из земельного кадастра. И можно приступить к строительству нового дома. В том случае, если человек владеет и землей, и домом, надо писать заявление о том, что вы сносите старый дом и строите новый дом. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Оставляйте комментарии и будьте в курсе последних изменений в законодательстве. Пока-пока!